альтерированный аккорд то что усиливает звучание в классической гармонии да например мы его альтерированный аккорд берем как раз таки в момент перехода от субдоминанты к каданцевому кварт секс аккорда то есть кварт секс аккорд одно из обращений трезвучия на самом деле каданцевый кварт секс аккорд это обычное трезвучие одной тональности да но вот в формате кварт секса то есть уже с обращением да которая вот как раз таки звучит момент каданс поэтому называется каданцевый кварт секс аккорд вот ну например что касается альтерации с некоторыми участниками уже это прорабатывали альтерация подтягивание звуков от одного аккорда к другому от одной гармонии другой за счет как раз таки использования хроматизмов и так далее вот я хочу предложить вам такой метод что мы можем использовать альтерированный аккорд к одной тональности но переходить в другую и я на самом деле сам это не так давно откопал когда сочинял у меня там такая есть довольно грубовая штука фанковая как раз таки для ансамблей там мне нужны были такие яркие брасы и я думаю вот как бы мне состыковать как раз переход из одной тональности в другую я там был помню 7 моль мажор и ми мажор вот и мне нужно было сделать что-то яркое нетрадиционное вот я как раз таки вот она набрел на этот метод значит даже вот допустим если мы идем из давайте представим что мы идем из фама куда 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 да все все равно куда но допустим идем там не знаю в ре мажор попробую сейчас взять альтерированный аккорд но не к ре мажор то есть я не буду ну вот если там по правилам классической гармонии да это должен быть но я не буду брать но я не буду брать вот то есть допустим я иду из фа мажора чем оправдан мой выбор этих тенамистов значит смотрите довольно простой метод но во время импровизации у вас не так много времени вы знаете и вы можете им воспользоваться значит я как раз таки новой тональности допустим да вот у нас такой я беру как раз таки альтерированный аккорд по отношению допустим к ре мажору по отношению к ре мажору неважно выберите просто альтерированный аккорд то есть альтерированный субдоминанту любой тональности абсолютно я смотрю что у меня здесь куда относится ну допустим вот звук фа относится как раз таки к ре моль мажору да так относится там к ре моль мажору и через опять же я об этом не задумался то есть это вот еще один подход как можно использовать вы берете субдоминанту какой-то тональности ну вообще к любой абсолютно но вы главное должны самое главное здесь взять альтерированный аккорд даже в принципе можете задумываться о том что это субдоминанта если вам не хочется самое главное вы возьмите какое-нибудь презвучие да по отношению новой тональности чтобы она была уже про альтерирована но не берите потом эту новую тональность этот метод конечно довольно креативный творческий но здесь есть немножко математики в том плане что когда мы берем мы смотрим на него и любой из звуков может быть частью уже новой вот и все а и а а